Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. Мне хочется сегодня сказать вам слова поддержки, слова тепла, протянуть вам свою руку, чтобы вы понимали, что вы не одни в этом мире, в котором так много лицемерия, так много лжи, так много показного добра и так далее и тому подобное, что иногда вы бываете в шоке и не понимаете, то ли вы сошли с ума, то ли весь мир сошел с ума. Так вот, я вам сегодня хочу сказать про манипуляцию газлайтинга, которую часто применяют нарциссы и выставляют вас действительно как будто ненормальной, когда вы не хотите соглашаться с ложью какой-то, да? Когда вы действительно видите, что черное – это черное, белое – это белое, когда порой вас даже начинают колбасить, грубо говоря, когда вы хотите выпустить эмоцию гнева праведного и, например, вас обвиняют, что вы истеричка или что-то в этом роде, да? Вот вы имейте в виду, что у этих людей есть определенные цели, просто они хотят жить и дальше так, как они живут, и не меняться. И если вы претендуете на то, чтобы, например, показать ему, что так жить нельзя, или как-то вы начинаете видеть этого человека таким, какой он есть, ну, это не только касается одного человека, а вообще в целом ситуацию в мире, да, то вам обязательно попытаются внушить, что «дальше спи, все нормально, у нас все нормально, это с тобой не окей, да?» Поэтому я вам сегодня хочу твердо сказать, что с вами все нормально. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. С вами все нормально, если вы адекватно видите этот мир, если вы не хотите соглашаться со злом в этом мире. Ненормально это, когда люди спят, когда у них вокруг розовые облака, когда они вообще не видят несправедливости, пребывают в неком трансе. Вот это ненормально. А когда вы пытаетесь, например, жить по заповедям, когда вы несете свое доброе сердце в этот мир и видите, что о вас вытирают ноги и пытаетесь это сообщить другому, конечно, ему не нравится, что кто-то увидел его в реальности. Все его несовершенство. Потому что этим людям нужно дальше спать, пребывать в своих фантазиях и снах, и чтобы никто их никогда не обличал. Очень печально, потому что это можно встретить везде, к сожалению. И на государственном уровне, и в церкви, и в семейной жизни. Например, когда люди уже давным-давно изменяют друг другу, но для общества делают вид, что все хорошо. Или когда, например, какой-то отдельный священник, допустим, ведет неправедную жизнь, но при этом при всем совершает богослужение. Я сейчас не хочу оскорбить всю церковь. Я говорю, что люди бывают действительно разные. И батюшки тоже люди, которые могут быть и нарциссами, в том числе некоторые. Я не говорю про всех. И вот когда вас начинают буквально даже трясти от какой-то несправедливости, это нормальная реакция вашего организма на зло. Было бы хуже, если бы вы были совсем согласны и пребывали бы во сне. Не поддавайтесь газлайтингу. Живите дальше по своим принципам. Не дайте другим стереть ваши личные границы. Так, чтобы вы уже сами не понимали, где добро, где зло. И в конечном итоге я верю в то, что рано или поздно вся ложь откроется. Я верю в то, что все встанет на свои места. Нужно только подождать. Господь оставляет, чтобы вместе взрастали, так скажем, и плевела и зерна, и чтобы потом уже было видно, где вырастут плоды, так скажем, любви, а где вырастут плоды зла. И поверьте мне, хоть нам и кажется, что нет никакой справедливости, но рано или поздно негодяи получают по своим заслугам. Отдайте Богу эту праведную месть. Возложите на него все, что вы видите несправедливым. Он медлит, но он сделает это. И думайте о своем сердце, о своем чистом сердце, которое стремится к свету и любви. Не дайте нарциссам растоптать вас, наплевать вашу душу так, чтобы вы изменились из-за них. Идите дальше своей дорогой и света. А я с вами, как всегда, жду вас на личной консультации. Мой телефон в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok